Сегодня в последний путь провожают летчика Романа Филиппова, геройски погибшего в Сирии. Рано утром на подмосковном аэродроме Чкаловский состоялась траурная церемония с участием министра обороны Сергея Шойгу, других военачальников, сослуживцев и боевых товарищей майора Филиппова. А в эти минуты начинается панихида в Воронеже. Возле дома офицеров собрались сотни людей. Они приехали со всей области. Среди тех, кто пришел отдать в последней почести герою, немало знавших его лично. Друзья детства, одноклассники. Воронеж – родной город Романа Филиппова. Там он рос, учился в местной школе, которую теперь хотят назвать его именем. Этот подвиг не останется, так сказать, без какого-то душевного отклика в сердцах всех людей, кто любит свою родину, свою отчизну. И послужит примерным образцом исполнения воинского долга перед своей родиной. Очень жаль, очень жаль. Молодой, ему 33 года. Выпустился в Краснодарском, где ему внук. С отличием старшим летчиком. И теперь... У меня сегодня день рождения. Я все свои годы отдала ему. Чтобы он жил. Летчик погиб 3 февраля. До последнего пытался удержать в воздухе подбитый боевиками Су-25. Катапультировался после того, как отказали оба двигателя. Оказавшись в окружении, принял неравный бой. Когда стало понятно, что плена не избежать, уже тяжело ранен и подорвал себя гранатой. Указом президента Романа Филиппову посмертно присвоено звание «Героя России». Продолжение следует...